Минус 20 Снег Лес Незнакомая местность Нештатная посадка космического корабля Космонавтов не было на Земле 6 месяцев Организм истощен и ослаблен Теперь до прибытия спасателей необходимо выжить Я материк, я материк, я материк Терплю бедствие, терплю бедствие, терплю бедствие Совершили выложенную посадку Самочувствие экипажа хорошее Это учение, но выживает экипаж по-настоящему Связь в одностороннем порядке Никакой помощи и вмешательства со стороны Наедине с суровыми зимними условиями интернациональный экипаж Русский Иван, американец Джереми и японец Немо Так кратко называют астронавта страны восходящего солнца Нарисии Канаи Я материк, я материк, я материк Меде, меде, меде Эмерженский ландинг 20 километров в Норске, Москва Экипаж хорошо Тяжело в учении, легко в бою Говорят испытатели в условиях зимнего выживания Но при этом добавляют, что для кандидатов в космонавт Они создают условия более суровые, чем в реальности Похоже на этот раз они сговорились и с погодой Выживать при минус 20 задача не из легких Но у каждого космонавта есть набор теплых вещей Специальный комбинезон и космические теплые куртки С пришитыми варежками А еще есть вот такие смешные шапочки Это, конечно, привет советских далеких времен Но эта шапочка доказала, что она способна согревать космические головы И в такие морозы Дров уже натаскали Сейчас костер сделаем и убежишь В принципе, все Так сложно, тяжело, руки болят, замерзли Да не, не сложно И уже не холодно Дрова единственное сырые Есть некоторые проблемы А так все нормально По водной спасателям надо ждать двое суток Чтобы согреться, необходимо постоянно двигаться и поддерживать огонь Причем в лагере должно быть два костра Второй — сигнальный Сигнальный огонь Делаем его так, чтобы можно было очень быстро зажечь От одной спички, когда будет пролетать вертолет или самолет Ночью он особенно яркий А днем, чтобы было больше дыма, можно добавить сырых веток И ты будешь спасен У зимнего выживания есть свои тонкости В ход идет все, что под рукой Ложементы, парашют, стропы, спасательные костюмы форель Здесь все сгодится Своеобразные бахилы Чтобы снег на ноги не попадал И ноги не мокли Когда он тает Деваются эти форелевые штаны Что такое суровая русская зима Руководитель тренировок Александр Герман знает не понаслышке Сам неоднократно проходил такие испытания После первой ночевки идет проверить своих подопечных Считайте, что нас нету Доброе утро Ну, как вы, Вася? Да Хорошо По сколько спали? По два часа По два часа? Нет, я имею в виду, сколько всего нас спать получилось за ночь? Шесть часов Реально спали шесть часов? Ну, реально лежали по шесть часов Реально получилось, ну, часа четыре-пять я точно не спал На лесиге Канае мороз переживает тяжело По первой профессии он врач-подводник Проходил подготовку в Европейском космическом агентстве Там выживают в пещере Но русская зима намного суровее европейских пещер Спать в зимнем лесу Немо еще не приходилось Здесь, inside the shelter Салаш В Салаше Я спал Очень хорошо Иногда Это холодно Но Удобный Салаш Александр Герман уверен Хотя в истории пилотируемой космонавтики Нештатные посадки случались крайне редко Навыки выживания необходимы всем Последняя такая посадка случилась менее десяти лет назад Это практически на грани физических каких-то моральных сил Но Что Они справятся И вот Если у них вот это еще остается В голове, в руках и везде Это и есть психологическая, в общем-то, составляющая Тогда в случае попадания Настоящая ситуация Он будет бороться до конца Иван Вагнер выживает тоже впервые Но в этом экипаже он самый опытный Командир По рации получает приказ Выдвигаться навстречу поисковикам По легенде вертолет нашел площадку На которую он может сесть И нам нужно выйти на эту площадку Материки, я борт полста второй Доложите ваши действия Полста второй, это материки Выходим Пеший переход По новой водной один из космонавтов травмировал ногу Теперь его приходится практически тащить на себе Плохо Моя нога破ла Они устали морально и физически За два дня потеряли до пяти килограммов веса на каждого Но экипаж выполнил главную задачу Выжил, сработался и доказал В таком составе они способны преодолеть любые трудности Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому